привет друзья это антиквар сегодня в нашей рубрике первый взгляд мы будем знакомиться с новой игрой crusader kings 3 эта игра буквально несколько дней назад стала доступна для покупок если быть точным то это случилось 1 сентября и знаете если судить по первым отзывам и обзорам стиме и на других игровых ресурсах crusader kings 3 обещает стать настоящим явлением в мире глобальных стратегий фанаты серии которые заждались прямо скажем новинки от студии paradox interactive встретили crusader kings 3 с очень большим энтузиазмом оставляют положительные отзывы ну и конечно они только подогревают мое желание поближе познакомиться с этой игрой оценить ее и понять чем же она настолько нравится своим поклонникам сразу скажу что в предыдущей игры серии я не играл есть у меня некоторый опыт игры в одной из частей европы универсалис уже даже не вспомню какую давно это было но приблизительно в этой связи я представляю чем является crusader kings 3 ну так вот давайте приступать к нашему знакомству как видите я здесь немножко уже полазил по меню если этого не делать то у вас сразу сверху будет новая игра вот этой кнопки продолжить не будет но это было именно меню 1 января 867 года это максимально ранняя дата в которую можно начать свое игровое путешествие свое управление в этой игре ну так вот давайте обо всем по порядку прежде чем мы перейдем к новой игре посмотрим на вкладке которые есть внизу учетная запись парадокс это знаете такая штука когда ты запускаешь игру в первый раз тебе предлагают связать свой аккаунт в стиме создать учетную запись парадокса ну и в общем не знаю даже зачем это делается не вникал я запись создал теперь она у меня есть чувствую себя прекрасно в этой связи как вы понимаете ну так вот настройки здесь в общем то все стандартно графика звук игра ничего особенно здесь не менял немножко так познакомился но не более того идем дальше достижения а вот тут интересно ну то есть сама по себе вкладка достижения понятно в игре наступает какое-то конкретное событие допустим вы вступаете с кем-то в брак да и вы получаете соответствующую ачивку есть здесь модификатор железный человек можете посмотреть что это такое есть модификатор достижения также можно можете с ним ознакомиться но я бы хотел сказать не об этом обратите внимание когда мы смотрим на текст на описание достижений мы видим что некоторые слова подсвечены другим цветом до шрифт выделяется но так вот если мы наводим на это слово на подсвеченное то по гиперссылки попадаем вот в такое окошко ну и нам вроде как объясняется что не вроде как объясняется что такое в данном случае конфессия да но интересно то не главный момент не в том что нам приводит описание этого слова толкования это все понятно как видите внутри этого описания есть и другие слова которые также подсвечены так вот если мы наводим на следующее слово графство пожалуйста мы получаем подсказку что такое графство и тут есть свои гиперссылки то есть таким образом мы можем последовательно получить всю информацию считать ее то есть это такая своеобразная визуаль визуализованная как правильно сказать визуализированная система обучения и как по мне она очень удобно сделано да но если вы видите вот это вот полосочка света которая бежит по сообщению это момент чтобы зафиксировалась это окошко и ты мог на него перейти то есть если ты быстро наведешь что ты не сможешь перейти до навел подержал полосочка пробежала и можешь читать дальше но там вот как раз в настройках есть варианты как это можно изменить взаимодействие с этими информационными окнами не знаю как вам а мне вот такая задумка очень нравится очень зашла конечно же crusader kings 3 это та игра в который надо прям вникать изучать просто так с кондачка как говорится такие вопросы и задачи не решаются ну ладно не будем здесь зависать есть у нас еще энциклопедия ну тут те же самые знания которые есть в игре да ну тут как-то они более структурированы все понятия игровые механики ну и те же самые подсказки та же самая система здесь доступно пожалуйста можно читать изучать в свое удовольствие ну и наконец авторы игры тут в общем все понятно да те люди которые работали над проектом с должностями ну в общем можете познакомиться будете знать кому говорить спасибо да за эту будем надеяться замечательную игру ну и давайте я начну новую игру чтобы все вам показать что я тут нашел что я тут накопал но прежде всего смотрим вверх экрана и видим что у нас есть две даты с которых мы можем начинать это 867 год и 1066 год плюс есть название нам рядом с каждой датой да то есть допустим ярость северян мы выбираем и нам пишет что 1 января 867 года ну и пошел текст который можно ознакомиться и узнать ну и вот ярость северян мы видим что нам показывает определенный регион да это у нас острова великобритания это у нас скандинавия северная европа и мы тут можем выбрать одного из предложенных правителей допустим бьерн железнобокий мы видим что это герцог владения свиоланд сложность игры за него простая это его династия да написано афмунсы и его герб ну если мы кликаем по этому бьерну железнобокому то получаем еще одну такую историческую справку с которой можно познакомиться видим его наследников которые на старте игры уже присутствуют дочь ингрид сын эрик ну и так далее да то есть перемещаясь по этим вкладкам нам соответственно предлагают новых каких-то правителей со своими историями как вы видите здесь не только европейцы и азиаты и жители африканского континента ну и также мы можем переместить перенестись вперед да на пару веков здесь у нас есть судьба англии есть можно выбрать владителей да тот же самый кстати регион обратите внимание великобритания скандинавии севера европы и беря в руинах это судьба пиренейского полуострова судьба испании в будущем ну и так далее то есть можно выбрать какую-то готовую компанию в которую начать играть если вы не хотите играть за предложенного правителя хотите допустим начать сначала игру но играть за какую-то рандомную страну нет проблем сделать это очень просто ну прежде чем я вам покажу давайте еще я про сложность сразу скажу она тоже есть на экране то есть смотрите тут 33 градации сложности которые я нашел очень легкая легкая и обычная кстати если мы перешли бы в настройки или не в настройки где это видел нет в правила игры вот тут нам подсказывают вот ну тут много про что написано но в частности про сложность да вот написано чем будет отличаться игра на очень легкой сложности на легкой и на обычной но я на самом деле далек от мысли играть сразу же на обычной сложности потому что как я вам сказал я в этой игре мягко говоря не в зуб ногой ну то есть игровые механики мне понятны очень условно и относительно поэтому ну сегодня вообще я сразу же чуть маленький спойлер дам буду играть обучение обучение думаю что если ты не знаком с игрой то это конечно правильное решение правильный подход начинать именно с обучения но так вот мы остановились на том что если мы не хотим играть за предложенных правителей а хотим выбрать конкретный регион конкретную страну на этой карте что нужно делать мы нажимаем играть за любого правителя 867 году появляется такое окошко генерации мира из истории тут идут какие-то подсказки и мы появлю перед нами появляется глобальная карта которая и является той самой айкуненой да то есть теми самыми землями в которые в которых можно играть долго я не мог понять как мне сдвинуть ее в бок но на самом деле все очень просто подводите мышку до краю экрана в какую сторону вы хотите двигаться и карта скроллится в нужном вам направлении ну и чтобы понять географию этого мира то есть какими границами мы скажем так ограничены сорян за тавтологию не придумал лучшей конструкции в данном случае но так вот мы видим что на западе у нас острова великобритании и скажем так северная и часть центральной африки и если мы перемещаемся на восток то здесь у нас индия территория китая ну и это у нас скажем так восточная оконечность евразии меня кстати что поразило да я ну прямо скажем не сильно знаком с политической географией девятого века но вот киргизское ханство на территории дальнего востока современного и восточной сибири частично наверное меня прям удивило ну так вот вы увидели вот эту вот карту можете выбрать любую территорию и нажать на нее допустим да вот пожалуйста вы выбрали агуз иль это ханство владения агуз иль племя здесь правит хан уруш агуз иль 47 это видимо его возраст у него есть один наследник и нам показывают его черты да пожалуйста три черты я так внимание есть у каждого правителя хотите поиграть в африке но мало ли пришло вам такое желание нажимаете на африку и тут попадаете во владение к кемана владения конг яма на тиге 2 конг 25-летний такой замечательный мужчина с темной кожей без наследников со своими свойствами личности уникальными да ну и так далее также вы можете отправиться в индию пожалуйста никаких проблем нет я кстати тут когда кликал тут мне понравился где-то в индии я нажимал и был или рядом с индией мужчина с обнаженным торсом выглядел он конечно достаточно интересно слово которое я применю но в общем как видите все интересно да все в своих национальных одеждах нарядах тут очень интересная кстати я посмотрел система отрисовки лиц то есть то как будет выглядеть ваша династия зависит вообще от вашего поведения от ваших там решений принимаемых в играх и грубо говоря здесь чуть ли ты не занимаешься евгеникой в хорошем смысле этого слова да можешь формировать те черты с которыми рождается твое потомство но и так далее и тому подобное всего здесь очень много ну ладно опять я немножко отвлекся в общем-то я чувствую что когда мы будем говорить про crusader kings 3 это будет сплошь и рядом ну потому что здесь конечно столько всего о чем можно поговорить даже человеку который не знаком с этой игрой так но смотрим вот у нас выбрана держава да здесь есть такая вкладочка как еще можно отсортировать карту можно выбрать герцогство ну тут нужно понимать что тут территориальное устройство построено следующим образом самая мелкая территориальная единица это барон что дальше идет графство дальше идет герцогство дальше идет королевство и империи ну и соответственно здесь система вассальной зависимости сразу же вспоминается формула средневековья вассал моего вассала не мой вассал да надеюсь что меня кто-то понял сейчас ну так вот то есть если ты граф то у тебя в подчинении в твоими вассалами могут быть только бароны другой граф не может быть твоим вассалом а сам ты в свою очередь можешь быть вассалом то есть твоим сезереном будет герцог какой-нибудь ну так же герцоги являются вассалами королей и короли являются вассалами императоров ну и так далее надеюсь понятно объяснил ну так вот это у нас герцогство да то есть еще одна система территориального деления то есть визуализации как это можно отобразить королевство это более крупный масштаб ну и империи это самый крупный масштаб как вы понимаете в этом плане можно включить конфессии то есть посмотреть где у нас католическая вера ну и так далее да тут вот православно-христианская просто другие слова я смотрю и понимаю что они мне мало знакомы славяно-языческая что дальше у нас есть культуры тоже очень важный момент насколько я успел понять пожалуйста комия хазарская культура турецкая культура греческая ну и так далее и последняя вкладка это дома на что такое дом я пока еще не понял но я в игру то не играл как бы я это мог понять вообще да вот но в любом случае несомненно это важная информация так ладно все хватит болтать давайте мы выйдем на главное меню на рабочий стол нам конечно же не нужно начнем новую игру и пойдем в обучение думаю достаточно слов пора уже как-то сосредоточиться именно на каком-то игровом процессе единственное что еще хотел вам показать сейчас я вам покажу вот пожалуй в то великие авантюристы и кого мы видим владетелем герцогства новгород рюрика рюриковича до того самого рюрика с которого все и начиналось на руси да то есть тот самый тот самый правитель которого призвали откуда-то из скандинавских народов от северных народов я вот точно не буду утверждать но в общем это тот самый рюрик у которой потом и заложил основу династии рюриковичей которые но на протяжении долгих веков столетий правили русскими землями от киева и там но в общем границы постоянно менялись да в общем от западных пределах до восточных скажем так но ладно на этом все жмем пройти обучение добро пожаловать в игру crusader kings 3 crusader kings 3 масштабная стратегическая игра о династиях и придворных интригах если вы пока не знакомы с мидер с миром crusader kings настоятельно советуем пройти обучение в режиме обучения вашем альтер-эго станет король мурхат правитель ирландии встаньте во главе рода и династии сокрушите врагов и взойдите на престол короля ирландии ну то есть как раз для нас да мы вот не знакомы с миром crusader kings поэтому вот наш король мурхат как его назвали наше альтер-эго ну да и можно отказаться от этой затеи а можно пройти обучение что я и выбираю идет генерация мира тут замечательные картинки нам показывают ну и мы погружаемся в сладостный мир обучения crusader kings 3 вы средневековый правитель окружающие земли сами просятся в руки и только вам решать как они вам достанутся путем дипломатии выгодного брака или грубой силы crusader kings это не гонка за победой но глубочайший сюжет и множество вариантов его развития так камера основы чтобы переместить камеру по карте используйте клавиши но понятно вас до стандартные или подводите курсор к краю экрана нажмите клавишу home для мгновенного перемещения к столице вашей державы понятно для приближения и отдаления карты используйте колесо прокрутки мыши это тоже все понятно да вот карта скроллится ясно на различных уровнях приближения отображаются разная информация подробная карта политическая карта и бумажная карта мы видим да что тут у нас есть какие-то постройки не будем пока углубляться нам все расскажет свое время увеличьте масштаб чтобы управлять владениями при отдалении карты откроется режим обзора всех держав о как круто смотрите то есть мы прям от физической карты да ну ка хом мне да вот то есть от физической карты прям то есть где мы видим землю чуть ли не холмы и леса мы максимально отдаляя мышку приходим в карту именно вот эту вот игровую с которой мы и стартовали да то есть это политическая карта ну да вот максимальное отдаление давайте еще раз нажмем холм и мы переносимся сразу же быстро к нашему владиму ну замечательно идем дальше пока все понятно кроссатор кингс охватывает сотни лет и множество поколений в настоящий момент время остановлено так как игра поставлена на паузу в этой части обучения мы приостановим игру и объясним некоторые игровые термины да кстати если говорить о времени в течение которого развиваются события кроссатор кингс то начало смотрите тут 1066 год но мы видели можно начать с 867 до или какой там был год и заканчивается она где-то в пятнадцатом веке точный год я вам не скажу но это 1400 какой-то там год то есть практически практически шесть столетий кроссатор кингс охватывает подсказки второго уровня иногда на экране появляется вот такой синий выделенный текст ну да это вот уже то что я вам рассказал видите тут я сам догадался но даже если игрок не догадывается то ему все вот рассказывают буквально сразу же в обучении и это очень круто наведите курсор мыши на эти слова чтобы узнать больше некоторые ссылки приводят к другим выделенным словам которые дают еще больше сведений герцог сведет графству оттуда прямая дорога в баронству я прям знаете как будто предугадывал эти моменты но вот деление да вот это территориальное баронство самые мелкие графства герцогства королевства то о чем мы с вами и говорили чтобы продолжить наведите курсор на выделенный текст наведите курсор на выделенную фразу всплывающей подсказки пожалуйста крутота мило класс слушайте мне нравится обучение мне уже нравится обычно это очень скучно а тут прям да сразу же какая-то какие-то эмоции юмор так хорошо правители а теперь поговорим об игре перед вами карта где происходят все события мир разбит на большие и малые земли каждая из которых кому-то принадлежит в соответствии с титулом титул сущность и статус землевладельца ваши титулы представлены в виде затейливых геральдических щитов значок державы зависит от первого титула ее правителя это ваш наиболее важный и престижный титул и так у нас малое королевство владения монстр тут сразу куча информации пока не очень понятно да так давайте еще раз значок державы значок державы это вот это вот это вот это дом бриан а это вот это значок державы или как ладно пока не будем вникать малое королевство это дом это другое королевство да и мой титул то есть король да теперь понятно то есть от первого титула ее правителя мы король я король соответственно мы да я уже как как истинных король правда это уже позднее это даже уже не просто ледовик 14 это у нас я просто какой исторический период позднее средневековье или или уже я не знаю просвещение когда я вот в датах плаваю поэтому не буду умничать но когда он договорили там было принято коронованным особым говорить о себе в третьем лице мы ознакомились с вашим прошением вот это вот мы там нас я вот да мы король и поэтому у нас малое королевство так так ладно идем дальше щелкните портрет вашего персонажа он сейчас выделен вот это вот да чтобы увидеть пределы столицы вашей державы люмна кроме того вы увидите границы всей вашей державы ваш первый титул называется манстр и то же имя носит ваша держава вы также владеете титулом эрла тамонда если отдалите карту на этом регионе появится надпись манстер да вот он манстер понятно вот он наш герб ясно так если щелкните портрет у вашего персонажа щелкаем чтобы увидеть границы чтобы увидеть пределы столицы вашей державы люмнах а где люмнах я просто люмнах ты как раз вот и не вижу манстр вижу алюмнах как-то от меня может быть надо да нет вот это вот а вот вот у нас люмнах правильно где-то было написано подождите точка сбора люмнах ну не то чтобы прям до конца понятно ну ладно идем дальше вроде как границы мы увидели хорошо вы как правитель можете владеть ограниченным количеством земель если их станет больше вам потребуется помощь ваших вассалов других землевладельцев то есть держателей титулов которые обитают в вашей державе это как раз понятно чтобы найти собственные владения то есть ваш домен нажмите клавишу home привести карту синими ярлыками будут отмечены принадлежащие вам варонство сейчас это только люмнах синими ярлыками а вот вот синий ярлык нам принадлежит только баронство люмнах и при этом я король просто не очень не вот это понятно да если мне принадлежит только баронство люмнах одно баронство образует королевство монстр вот это мне вот ну вроде как тут еще армонт есть да не очень понял ну нам наверное сейчас а эрлством армонт владеет ваш вассал да надо читать просто порядку так чтобы найти да и не дочитал главный одну строчку ваш вассал поэтому вот все вместе это у нас образует королевство монстр все понятно персонажи вы один из многих персонажей этого мира представленных в виде аватаров ваш персонаж правитель державы сделайте все возможное чтобы ваша династия желая процветала многие века титулы дают вам власть над землей и другими персонажами которые в свою очередь тоже могут владеть титулами и земли династия группа дворян потомков основателя династии изначальный дом может разбиться на несколько младших линий каждый из которых останется частью большой династии после смерти вашего персонажа у вас должен быть наследник из вашей династии иначе игра закончится впрочем вы сможете выбрать другого правителя и продолжить игру в том же режиме а если мы включим железного человека да так нам это называлось то мы не сможем выбрать другого правителя признание во многом аналогичен престижу персонажей так ладно нам нужно щелкнуть по персонажу щелкаем навыки персонажей представляют их опыт в различных областях у кого-то отлично подвешен язык другие предпочитают болтовне звон клинков основные навыки дипломатия военное дело управления интриги ученость но и вот они идут подряд до дипломатии у нас плохо пятерка военное дело отлично управление среднее интриги плохо и учености ну то есть такой тупой вояка но часто такие люди добивались успеха тех кто умели хорошо воевать им не всегда нужно было быть учеными по крайней мере на этом этапе развития человечества не забывайте наводить курсор на выделенный текст чтобы получить дополнительную информацию навык дипломатии навык дипломатии так ну что мы будем прям все вот это читать просто если сейчас я насколько вам это интересно ну мы знакомимся с игрой да и поэтому мы играем в обучение ну в принципе здесь наверное и так все понятно давайте я буду какие-то моменты прям такие скипать я потом уже за кадром сам почитаю мне безумно интересно но думаю что многие зрители захотят увидеть какую-то динамику до более динамичное развитие событий про интриги прочитаем чтобы стало все понятно навык интриги показывает насколько персонаж умеет анализировать других людей и манипулировать ими а также плести сложные интриги также этот навык помогает устраивать происки интриги и защищаться от них соответствующий образ жизни путь интриг путь познания то есть смотрите каждый навык каждому навыку соответствует образ жизни до путь управления путь военный уклад и дипломатия путь дипломатии любопытно любопытно вот это что такое опытный тактик свойства образования военное дело а это его какие-то тоже черты которые увеличивают основной навык да то есть мы видим что опытный тактик дает плюс 6 к военному делу ежемесячный опыт за образ жизни военное дело 30 процентов мурхат надежный командир и свиривый воин который славится своими боевыми навыками осторожность худший бросок на результаты боя плюс 4 лучший бросок на результаты боя минус 2 мурхат пойдет на риск только ради по-настоящему важной цели но вот это вот не очень мне понятно бросок на результаты боя но это мы наверное узнаем в дальнейшем свойства у всех персонажей есть свойства которые могут влиять на их навыки но это мы видим и сейчас и прочитали да опять я тороплюсь влиять на навыки реакцию персонажа на события свойства представлены в окне персонажа в виде значков некоторые свойства раскрывают характер персонажа например переменчивость спокойствие или щедрость прочие свойства отражают жизненный опыт персонажа например свойство образования это вот да мы видим да как это называется то опытный тактик или свойства командира так ладно свойства нашего персонажа сдержанность управление плюс 2 здоровье маленький бонус мнение о персонажах со свойством сдержанность плюс 10 мнение персонажа со свойством обжорство минус 10 католики считают что это добродетель католическое мнение плюс 10 благочестие плюс единичка в месяц этот персонаж считает что следует смирять жажду земных благ понятно а мы католики да судя по этому сообщению ну логично что в ирландии католики хотя логично нелогично опять таки в эту историческую эпоху все могло быть гневливость дипломатия минус один военное дело плюс 3 интриги минус один естественный ужас плюс 20 что такое естественный ужас так надо подождать пока окошко да вот так проскро литься до этой полоской света правитель повышает ужас совершая жестокие отвратительные деяния такие как пытки и казни пленников ужас способствует игре за тирана классно за тирана поиграть наверно да не управляемых вассалов можно запугать или устрашить чтобы они боялись выступить против вас слушайте прикольно тут похоже столько будет вот таких нюансов в этой игре как ты можешь воздействовать на других людей это прям очень круто так ладно ну и торопливость ученость минус 2 престиж в месяц плюс 20 мнение о сюзерене минус 5 мнение вассалов минус 5 силы враждебных происков плюс 15 мнение о персонажах со свойством выдержка минус 15 этот персонаж уверен что все должно происходить быстрее и еще быстрее немедленно класс как мне нравится здешнее описание как видите ваш персонаж весьма умерен ну я бы не сказал насчет вот вневливости и торопливости что он умерен ну то ладно кроме того он ждет умеренности от других и быстро приходит в ярость если ожидания не оправдываются если персонаж действует вопреки свойствам своей личности это вызывает стресс стресс определяет психическое состояние персонажа стресс растет когда действия персонажа идут в разрез с их убеждениями определенное количество стресса повышает уровень стресса что вызывает различные отрицательные эффекты которые не исчезают пока стресс не снизится а кстати друзья я тоже в настройках вам не показывал тут есть такая штука опция в настройках она у меня но она по умолчанию включена и я не стал этого отменять что когда твой персонаж получает допустим рану какую-то да там в бою на охоте или болезнь у него есть то это отражается на его внешности ну там появляются шрамы я не знаю да как это будет конкретно выглядеть но звучит очень круто так погнали дальше иногда свойства определяют как другие персонажи реагируют на вас кого-то впечатляет свойства отвага а персонаж которого отличает похоть скорее всего станет героем пикантных сплетен пожалуйста есть вот похоть плюс плодовитость интересно интересно свойства влияют на мораль и алчность других персонажей и соответственно их дружелюбие или враждебность но то есть смотрите насколько я понимаю да есть вот наш правитель есть правитель скажем кого-то соседи соседнего там королевство герц ну допустим королевство будем говорить о равных до фигурах в масштабе средневековья и вот этой вот сузеренского вассальской системы ну так вот и у обоих королей есть черты конкретные и вот если эти черты вступают в синергию то есть если эти люди нравятся друг другу да то есть их черты как бы друг другу импонирует то они проще договорятся если же нет то соответственно могут возникать проблемы слушайте но очень круто пока очень круто все вот это звучит вот эта система построения взаимоотношений персонажей а ну слушайте я вот про это и говорю да все да все персонажи имеют мнение друг о друге вот то о чем я хотел сказать нормальным языком написаны это влияет на их поведение если мнение о вас слишком низкой люди могут восстать против вас или отказать вам в помощи если же вы добьетесь высокого мнения окружающих некоторые согласятся ввязаться ради вас в план убийства и будут легче поддаваться соблазнение ваша манера общения часто влияет на мнение окружающих о вас так золото вот она золото для достижения цели необходимо золото помимо прочего она идет на оплату строительства сбор армии и подкупы ваше владение вассала автоматически дает вам золото в виде налогов знатные вассалы и ценные владения приносят больше налогов на деньги это не все иногда для успеха необходим определенный престиж это видимо да вот рядом вкладочка да или благочестие когда дело касается религии так да мы все видим текущие показатели престиж показывает насколько вас уважают в обществе престиж автоматически растет со временем например при накоплении титулов кроме того персонаж может повысить престиж активно например заключив еще раз может повысить престиж активно а повысить престиж активно например заключить брак с представителем престижной династии или удачный союз во время войны то есть бывает пассивный рост престижа бывает активный когда ты совершаешь какие-то действия до пассивный то есть накапливать сам собой с накоплением очков престижа растет ваш уровень репутации чем он выше тем лучше к вам относятся к вам другие персонажи и тем сильнее ваш военный потенциал для некоторых действий например чтобы объявить войну престиж необходимо тратить когда вы используете собственное имя для достижения своих целей никто вас за это не порицать если вы тратите очки престижа это не снижает общий уровень вашего престижа любопытно благочестие значительное благочестие упрощает общение с высшим духа духовенством вы католик глаза глава вашей конфессии папа благочестие но имеется виду римский да я надеюсь все поняли благочестие повышается пассивно например благодаря навыку ученость и добродетельным свойствам и активно за религиозные деяния например паломничество также у вас есть уровень набожности который растет по мере накопления благочестия и положительно влияет на персонажа подобно престижу благочестие можно расходовать например на объявление священных войн или создание новой конфессии это обычное применение благочестие мнение других персонажей вас при этом не снижается так образ жизни мне интересно много будет таких глав то есть как бы мы будем сейчас играть воевать возможно вступать в брак законный образ жизни персонаж выбирает не только свойства но и образ жизни существует всего пять образов жизни но это мы тоже уже коснулись до этого образы жизни представляет ваши основные интересы а фокус позволяет сосредоточиться на чем-то определенном каждый фокус дает уникальные бонусы повышает вероятность возникновения связанных ним ситуаций щелкните по кнопке образ жизни выделено выбрать фокус ну мы сейчас наверное не будем тут вникать дамы выберем военное дело потому что мы к нему как бы склонны фокус на управление державой благородных подвигах и стратегических изысканиях которые помогают выигрывать изучение военного дела повышает опыт для этого образа жизни на 30 процентов выбрали так а надо выбрать еще внутри военного дела фокус стратегия чтобы победить в поединке нужна удача победить сражение поможет может может даже дурак на война требует гораздо большего так фокус авторикет хороший правитель знает как заставить державу работать в унисон плюс один военное дело прирост ужаса до больше фокус рыцарства залог победы не кровь не золото но честь доблесть плюс три привлекательность и 10 преимущество плюс 5 боевое преимущество когда начинается битва боевое преимущество увеличивается увеличивать наносимый урон чем сильнее преимущество тем больше урон наносит солдат Обычно в начале битвы одной из сторон дают преимущество, тип местности, навык военное дело и свойства командира Свойства командира-командира Броски Командиры могут дать дополнительное преимущество любой из сторон Броски вот мне интересны были Броски на преимущество делает каждый командир во время битвы Результат выбирается случайным образом в диапазоне от 0 до 10 И может оказать решающее влияние на исход битвы Слушайте, ну я не знаю, давайте мы возьмем фокус рыцарства Почему нет? Давайте выберем Хотя мне интересно и через кого-нибудь тирана поиграть Но пока, допустим, мы только знакомимся с игрой, да, поэтому выбрали Да, все понятно Не очень понятно, что вот это такое Ну классно, с этим, видимо, нас познакомят в дальнейшем Другие персонажи, взаимодействие Итак, фокус выбран Пора поговорить о других людях Скоро вы увидите, что ключевая особенность этой игры Общение с другими персонажами Вы можете взаимодействовать с окружающими самыми разнообразными способами Щелкните по портрету любого персонажа Можно по собственному Правой кнопкой мыши, чтобы открыть список возможных взаимодействий Назад, 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 я не успел прочитать, подождите Чтобы открыть список возможных взаимодействий Среди прочего вы можете заключить брак или начать происки Также начинаются войны, но в этом позже Чтобы открыть, так, откройте окно вашего персонажа Щелкните по портрету наследника правой кнопки мыши для просмотра доступных взаимодействий Это мой наследник А вот наследник Это сводный брат Ваш сын и наследник Неразумный Лизаблюд В смысле? Неразумный Лизаблюд Личность определяет, как Бриан Бриан будет поступать в отношении вас и других людей Неразумный Лизаблюд, да? Хорошо Обалдеть Так, для взаимодействия щелкните правой кнопкой мыши Хорошо Начнем со снов Золото любят все Попробуйте подкупить наследника Сейчас бы еще наследников, да, подкупать Так, где подкупить-то? Устроить брак А где подкупить? Попробуйте подкупить наследника Начнем со... Так, при вызове большинства взаимодействий Открывается второй окно с подробной информацией В нем можно подтвердить или отменить действие Чтобы продолжить, попробуйте выполнить действие А отправить подарок на своем наследник И выберите его и подтвердите Послать богатый подарок, чтобы Бриан Бриан стал лучшим мнением о вас Так, получает 50 золота Получает 10 мнений о персонаже, да, минус единичка точка две десятых мнения в год Ну, то есть мы его прямо на несколько лет задобрим Отправляем подарок Подарок отправлен Вы успешно повысили чье-то мнение о вас Было 74, помните, да, стало 84 Некоторые модификаторы мнения, например, семейные узы Не имеют срока действия Другие со временем пропадают Так, воспоминание о денежном даре вскоре бледнеет Но это мы отметили тоже Наведите курсор мыши на показатель мнения другого персонажа И увидите, из чего он складывается Все дело в брачном союзе Или в кругленькой сумме золота А может персонажу просто импонирует ваша искренность Отец 50 То есть вот это вот отец, это постоянное То есть плюс 50, несмотря на то, что вот это он лизаблюд Какой он лизаблюд? Неразумный лизаблюд То есть он все равно считает меня отцом и все норм Конфедеративное разделение плюс 10 Ой-ой-ой, я не готов сейчас вот это читать Очень много Так, плюс 5 Ну вот получен подарок плюс 10 Угу, ну ладно, все понятно Более-менее ясно, хорошо Игра за семью, династия А теперь поговорим о вашей династии Со временем ваш персонаж состарится и неизбежно умрет Если, конечно, какой-нибудь несчастный случай Или ужасная болезнь не ускорит события Но история на этом не закончится Конец игры наступит лишь в том случае Если вы не оставите наследника династии Это понятно Династия жива, пока у нее есть наследник Бриан это название династии А, дом Бриан, то есть дом и династия одной и тоже Нет, смотрите, дом Бриана, династия Долгас Ладно, разберемся После смерти одного персонажа вы просто продолжаете игру за другого Которая называется наследник игроков В зависимости от того, какое наследование применяется в вашей державе Это, скорее всего, будет один из ваших детей И, вероятно, тот, кого вы готовили к роли правителя У вашей династии есть собственный герб Сейчас он выделен, щелкните по нему, чтобы получить более подробную информацию Сейчас это необязательно, но если однажды вам захочется узнать больше о собственной династии Вы знаете, где это искать Так, дом входит в династию Долгас Гончание, ничто, меч, все Создан в 978 году Основатель, король Бриан Вот этот вот дядечка Мой дедушка Да, супер Я наследник дому Бриан Глава династии Это вот династия Долгас Ирландский клевер мы видим Живых членов 15 А можно всех это посмотреть Так, ладно, я лидер династии При этом ничтожная личность И вот это вот мое свойство Вот этот модификатор Определяет бонусы, которые Получают дети при рождении Брак членам династии дает плюс 100 престижа Да, это же престиж, корона Правитель получает максимальный бонус за долгое правление Плюс 15 Следующий уровень Приметная личность Прогресс 39 из 1000 Чтобы получить следующий уровень величия Членов династии 59 Из них живых 15 Показать всех членов династии Ох, ох Ой-ой-ой-ой-ой Это ж тут можно так залипнуть На любом моменте Вы посмотрите Ух, красота какая Так, ладно, далее Более-менее ясно Законы наследования Законы наследования Определяют, как после смерти персонажа Делятся между наследниками титулы и ресурсы В настоящий момент у вас только один наследник Но пусть это вас не смущает Может так случиться, что приняв роль нового персонажа Вы поймете, что безвременная кончина прежнего правителя Была вовсе не случайной Хе-хе-хе Ну, понятно Тонкий намек, да? На толстые обстоятельства Нормально Чтобы продолжить Откроете окно держава В правой части экрана Выделено В правой части экрана Окно держава Так Ознакомьтесь со вкладкой Наследования Когда кто-либо из членов династии Получают признание Растет общий престиж Династии Так, сейчас подождите Это мы с вкладкой знакомимся Читая это или нет Закон о наследовании Конфедеративное разделение Ой, все-таки хотят, да? Чтобы я это прочитал Почему разделение-то, если Если у меня один наследник? Или это касается, если тут несколько детей? Так, ладно Правда, я сейчас большой такой текст не хочу читать Просто вас лишний раз грузить В общем, можно тут все посмотреть И подробно узнать В деталях Когда кто-либо из членов династии получает признание Растет общий престиж династии Этот показатель отражает дурную или добрую славу Всей вашей династии А не отдельных ее представителей При его значительном росте повышается уровень величия Ну, то есть династия Смотрите, я сейчас Если у кого-то затруднения до сих пор с этим термином Ну, то есть, смотрите Рюриковичи, да? Это династия Романовы Это династия Я не знаю Гагб... Как это? Габсгру... Оооо Надо идти к соответствующему доктору Габсгру... Так, ладно Каролинки Вот Не буду вот эту династию нагой пытаться воспроизвести Что-то какие-то неожиданные проблемы Да Ну, то есть вот Вот это вот все То есть давайте на отечественных остановимся Рюриковичи Понятно Вот все члены вот этого дома Все дети Все предки Все потомки Все вместе Они образуют династию Ну, я думаю Должно стать понятно И, соответственно, деяние там каждого из Рюриковичей, допустим Да, оно формировало общее мнение об этом доме И о конкретном правителе в том числе При его значительном росте повышается уровень величия Который затрагивает многие поколения ваших потомков Ну, да Вы глава династии Самый могущественный представитель династии Можете Использовать признание для получения достоинств династии Влияющих на всех их членов Габсбурги Почему вот у меня это слово не складывается Никак оно не дает мне покоя Так, ладно В отличие от престижа Признание сохраняется после смерти персонажа Чтобы просмотреть наследие династии Щелкните по гербу вашей или чьей-то еще династии Ясно Брак По любви или по расчету? Так и хочется спросить Но в этой игре, видимо, ответ очевиден Ваша династия не существует без семьи Хорошо, если вам удастся вступить в брак Но учтите, никакой любви не гарантируется Ну да Чтобы продолжить, щелкните по вашему персонажу Давай поженимся Опа И тут прям заставка известного шоу с первого канала, да, должна идти? Вы можете устраивать браки или помолвки Холостых персонажей в вашем домене Так, а домен это Все владения в личном подчинении властителя Предел домена почти не меняется Чтобы увеличить размер державы Больше определенного предела Властителю приходится полагаться на вассалов А, слушайте, а вот он Вот он, домен Один из пяти То есть я могу иметь пять владений У меня одно Могу иметь всего пять И вот видно, из чего складывается Герцог плюс два Бейлифы, чтобы это не было, да Перепись и управление плюс один То есть если есть шестое какое-то владение Которое я забрал Чтобы им владеть Туда нужно посадить, соответственно, вассала То есть герцога Так, я могу герцог сажать, да, на землю Ну так вот, ладно Устраивать, да Для этого щелкните правой кнопкой мыши по персонажу Выберите найти супруга или устроить брак Эти варианты заметно отличаются Поэтому расскажем о каждом подробнее Так, щелкнули Выберите найти супруга Выбрали Поиск супруга предполагает список потенциальных кандидатов со всего мира Вариант устроить брак Также предполагает список потенциальных кандидатов Но только из персонажей Обретающихся при дворе выбранного персонажа Ага То есть кто у нас есть при дворе Мы можем, соответственно, тоже Ну в данном случае Жениться, да, на этой барышне Ваш персонаж отображается слева Так как для этого брака необходимо ваше одобрение Сюзерен кандидатов супруги появится справа Без одобрения противоположной стороны тоже не обойтись Ну то есть мы выбираем девушку Она является частью чего-то домена То есть даже не домена в данном случае Она является составной частью другой династии И у нее есть, соответственно, сюзерен То есть глава династии И он должен дать одобрение на этот союз Подготовка брака позволит закрепить пары Среди придворных или создать особый брачный союз Сейчас для наших целей лучше всего подходит вариант найти супруга Так Ну то есть жмем далее, да При выборе супругов следует учитывать множество факторов Чтобы упростить процесс, вы можете отфильтровать список потенциальных супругов Учитывая союзы, навыки, личные свойства, ожидаемую плодовитость и так далее Некоторые свойства врожденные А это значит А значит могут передаваться по наследству И могут перейти детям персонажа Чтобы изменить выбор, щелкните по кнопке Убрать персонажей, расположенные между персонажами Которых вы намерены соединить Ничего не произойдет, пока вы не нажмете отправить предложение Нам нужно нажать на переключить фильтры Так Максимальный возраст Ага Разница в возрасте Взрослый, ребенок Плодовитый, бездетный Все Ну понятно, тут куча фильтров Которые можно настраивать Замечательно Просто чудесно Далее Выбор претендентов для брака Вы увидите информацию о предстоящем союзе А также дополнительные опции Например, что брак будет матрилинейным Это что значит? Дети, рожденные в матрилинейном браке Относятся к дому матери, а не отца А, например, что брак будет матрилинейным Ага То есть, он может быть и... Наоборот, не знаю как это Что если дети относились к дому отца Как это должно называться? Если вас все устраивает Отправляйте предложение В игре это действие занимает пару дней Но на этот раз мы все сделаем мгновенно Чтобы продолжить Заключите брак Выберите партнера для персонажа И щелкните Отправить Предложение Так, а вот это окошко могу? Могу перетащить Как тут все удобно Слушайте прям Нет проблем А вот убрать персонажа Ну в хорошем смысле слова Вы понимаете, да? То есть Очистите окно кандидата В эту должность супруги В данном случае Так, можем настроить фильтры А можно отсортировать как-то по навыкам? Я думаю, что навыки-то вот эти важны А, можем сортировать вот по навыку А можно... Подождите Покоть Упертость А что она такая красотка? Можно ее посмотреть? Что-то она такая красноносая Так, ладно Сейчас, подождите А вот какая, смотрите Какая Дородная барышня Ну красота же Но вы посмотрите Хороша Фанатичная гадина Слушайте Как мне нравятся Вот эти характеристики Бесстрашная идиотка Это же прелестно И смотрите Сколько у нее черт Помешательство Прелесть Интеллект Вот это очень круто Интеллект Это очень круто Смотрите Оно как дает Да, всего там Разного То есть Она хоть и бесстрашная идиотка Импотенция Плодавитость Минус 50 У женщин тоже Да, бывает Оказывается Понятливость Вот Для супруги Мне кажется Это неплохо Понятливо Ну такая Какая-то Забитая девушка Фанатичная Боязливая Курочка У нее есть Малодушие Фанатизм Честность Убедительный Харизматик Она харизматик Ничего себе Просто удивительно Так И мы Короче Вот сюда Нажимаем Можем О, какая Боевая Барышня Храбрая Мерзавка Слушайте Я не могу Отчитать Без Бурной Реакции В смех Сезерен Вот он Не очень нас любит Кстати Альжбета Минус 45 Это Графство Владения Апавла Дом из Пржемы Словичей Ну то есть Поляк Это Ну видно Да и по флагу Что это Поляк Ой слушайте Как это здорово Как мне это нравится Так Ладно Надо кого-то выбрать Давайте Подождите Кого Мы Может в войну Пойдем Может Альжбету И возьмем Но как-то Ее не очень любит Наш Не подождите Уберем Подождите Идем В войну Хелена Минус 24 Граф Эгберт Питтен Священная Римская Империя 18 Вот еще у нас есть А что у нее Голова Перемотанная Мудрая Трусиха А это Незлобливая Мстительная Кто Мыслительница Незлобливая Мыслительница Не мстительная А мыслительница Логист Блестящий Стратег Так А сколько лет Ей 22 года А можно Как-то По сумме Навыков Отсортировать Тут просто Если так Вручную Листать Это же Вы посмотрите Это же Просто А можно Вот прям Прям можно Ребенка Взять Прям Вот Или нет Ну это как-то Жестко Двухлетнюю Не давайте Не будем Такими вещами Заниматься А вот Девушка Покажите Мне Тоже Какая Фанатичная Стервятница Благонравная Смотрите Предмет Женского Туалета Вон там Изображен Средневековый Ой Красота Так Ладно Я хочу Взять Ну-ка Нет А где Где Девушка Которую Мы Присмотрели Хелена Да Была Ожидала Хелена Да Вот Это Вот Ну Предположим Так 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 Нет Верните Меня Домой А как Ее Выбрать Чтобы Перейти Так Еще раз Заключите Брак Выберите Партнера Для Персонажа А Она Просто Людинка А Ну Зато Как Клевая Да Так Подождите А как Можно Получаемый Престиж Вот То есть И это У нас Будет Уже Плюс 14 Престижа Великодушная Гадина Какая Прелесть Фу Я вроде Успокоился Да Могу Спокойно Это Читать В общем Надо Уже Что-то Выбрать Нет Давайте Мы Выберем Хелену Хотя Она Просто Людинка Так Что Еще Есть Значимость Вот Значимость Возможный Союз Княжества Владения Гвинет Ну И Такая Она Ровненькая Да Великодушная Гадина Еще Одна Это Она Нет Нет Это Не Она Храбрая Сострадательная Эксцентричный Ловкач Слушайте Ну Тут Можно Выбирать Я Короче Вот В такой Теме Могу Зависнуть Прям Прям Вообще Могу Зависнуть Слушайте Ну Классно Классно Мне Вот Это Нравится Тема Так Ладно Выбираем Первоначально Как мы И решили Хелену Вот Эту Устроить Брак Правильно Предложить Брак Который Спутник Нет Устро А как Ее Мне Это Сюда Поставить Выберите С кем Вы Хотите Вступить В Брак Ну И Как Ее Выбрать Щелкните ПКМ Для Взаимодействия Нет Подождите Я что-то Не понимаю У меня Аж Получилось Как Получилось Может Перетащить Надо Просто Вот Так Сделать Нет А Вот Так Все Все Гораздо Проще То есть Вот Смотрим Показываем То есть Мы Сюда Нажимаем Не На Портрет Портрет Мы Активируем А Сюда Нажимаем Худородная Она Да Ну И Будет Значит У нас Худородная Будет Принято Плюс 63 Он Согласится Всего Плюс 63 У вас Есть Достоинство Заманчивые Перспективы Граф Экберт Имеет Следующее Мнение Персонаж Вы Плюс 3 Малозначимый Придворный Так Дети От этого Брака Станут Членами Дома Бриан Нашего Дома Шанс Завести Детей Средний Но У нас Есть Уже Наследник Нам Как Без Разницы Король Мурхат Получит Минус 300 Престижа Потому Что Она Худородная Да Ну И Ладно Мы Просто Да Пробуем Приветствую Король Мурхат Манстер Я Принимаю Ваши Предложения О Брак И Видите Престиж Списался Вы И Моя Знакомая Хелена Соединились Священном Союзе Да Благословит Святая Бригиды Ваш Союз Собственно Ручно Ну Отлично Так Все Понятно Династия И Дома Семья Важна Наследник Игрок Всегда Происходит Из Вашей Династии А Чаще Всего Из Вашего Дома В Будущем Стоит Повнимательнее Присматриваться Наследовать Титулы А Также Земли И Вассалов Своих Родственников Ясно Не Все Представители Вашей Династии Станут Землевладельцами Ну У каждого Клочка Земли На карте Есть Владелец Иногда Это Вы Иногда Кто-то Из Ваших Вассалов А Иногда Вообще Другая Держава Которая Также Имеет Вассалов И Являются Ими Ясно Титулы Ну Это Понятно Да Миды Это То О Чем Я Уже Вам Рассказывал Да Тут Почему-то Баронство Не Упоминается Но Видимо Потому Что За Бароны Нельзя Играть Можно Играть За Брах За Графа Герцога Короля Или Императора Каждый Титул Подчиняется Вышестоящему Технический Граф И является Частью Герцогства Герцогства Королевства Ну Понятно Да Примечание У этих Титулов Ага А как это Посмотреть Что у нас Именно Герцогство По уровню Кроме того Существуют Бароны Мелкие Правители Небольших Владений В графских Землях Обычно Положение Баронов Очень Низкое Так что Играть За них Нельзя У вас Тоже Есть Барон Мэр Города Иниш Де Юре Титулы Примечание Технически Означает Что Так как Крусадер Кингс Позволяет Вам Которые Теоретически Входят В состав Его Королевства Такая Иерархия Титулов Называется Де Юре И при Нарушении Целостности За такие Территории Можно Воевать Это я Давайте Вам Переведу То есть Прочитать Вы это Можете Сами Но Насколько Я Это Понимаю То есть Если Какая-то Земля Какой-то Баронство Допустим Или Герцогство Не входит В состав Нашего Королевства Но Де Юре У меня Есть На него Права То Я могу Объявить Войну За обладание Этой Землей Без Каких-то Там Серьезных Последствий То есть Если Де Юре Земля Моя Я могу На нее Претендовать И силой Оружия И Захватить Я Понимаю Так В режиме Карты Герцогства Видно Что Формально Вы В режиме Карты Герцогства Режим Карты Герцогства Вот Она Десмонт Где Десмонт В режиме Карты Герцогства Видно Что Формально Графство Десмонт А где Графство Десмонт Вы видите Нет Я Просто Что То Как То А А тут Надо Переключиться Ага А Все Я Понял Смотрите Мы Включаем Герцогство И Видим Что Вот Эта Вот Часть Земли Покрашена В тот же Цвет Что И Мы Малое Королевство Владением Манстер Ой Как Непросто Да Как Непросто А когда Мы Включаем Державы Мы Видим Что Здесь Другая Держава Эрлст Владения Десмонт Так А если Мы Нажмем Мы Где То Увидим Что У нас Де Юра Есть На Него Храбрый Дурак Тут Кстати Правит Нормально Нормально Так Ладно Не буду Сейчас Вдаваться Прямо В детали А Можем Увидеть Хорошо Различные Режимы Карты Помогут Получить Максимум Максимум Информации О Структуре Де Юра Титулов Всего Мира Чтобы Продолжить Ну Вот Да Перейдите В режим Герцогства Давайте Еще раз Я покажу Кто Не понял То есть Мы Герцогства Нажимаем Так Не то И Видим Что Вот Ну Вот Видите Да То есть Подсвечено Де Юра Мы Обладно Имеем Права На Эту Землю То есть Имеем Основание Считать Ее Своей Возвращаемся К державам И видим Что Земля Не Наша И Соответственно Мы Можем За нее Повоевать Де Юра Титул Манстр Состоит Из Трех Графств Их Названия Должны Появиться На Карте Там Он Принадлежит Вам Дес Мант Владелец Соседний Правитель Да И Ормант Владелец Ваш Вассан Так Эти Графства Состоят Из Более Мелких Территорий Которые Называются Барон На Этом Уровне Отображаются Ваши Владения Так А мы Барон Барон Владения Троли Епархия Владения Корха Барон Владения Кинсейл Ну Видно Да Что Можно Вот Видеть Эти Барон Владения Это Поселение Ваших Землях Чудесно Ваши Здания Тип Владения Определяет Какие Налоги Ополчения Приносят Здания А также Какие Здания Можно Построить И улучшать На их Территориях Сейчас Вы можете Строить Что угодно Но мы Советуем Для начала Улучшить Вот что Бастионы И Куртины И вот Не пишут Такое Куртины Бастионы Понятно Укрепление Да Выберите Столицу Ваших Владений Люмнах Где там Люмнах Как его Выбрать Вот И Прикажите Начать Строительство Здания Сторожевые Башни А вон Посты Шатры Временные Площадки Видно Что нам Это Дает Да Вот Все Тут Прописано Бастионы И Куртины Стены И Башни Это Владень Налоги Повышают Уровень Фортификации Плюс Один Гарнизон Плюс 150 Первым Шагом При строительстве Приличной Крепости Является Возведение Бастионов И Куртин Они Отлично Сдерживают Врагов И Взбунтовавшихся Крестьян То есть Мы Выбираем Так Нам Все Тут Дублируют Да Вот Эту Всю Информацию Видно Что Это Первый Шаг К Строительству Крепости Стоит 225 Золотых И Срок Строения Три Года 1095 Дней Да Я понимаю Что это Дни Нам Показывают Но Вероятно То есть Мы Погнали Строить Отлично Конечно Здания Не будут Готовы Мгновенно Люмнах Не сразу Строился Да Не сразу Все Устроилось Люмнах Не сразу Строился Когда Строительство Завершится Вы получите Все преимущества Которые Дает Выбранное Здание Это Ясно Налоги Все владения Приносят Владителю Налоги Если Владитель Вассал Он Также Платит Налоги Своему Тюзерену Налоги Приносят Золото И являются Вашим Основным Источником Дохода Обязательство Влияет На размер Налогов Военное Время Может Изменить Ваш Контроль Над Графством Который В свою Очередь Влияет На налоговые Поступление Налог 2,23 Золотых Ну и видно На что Он Раскладывается От чего Идет И так Далее Понятно Вассалы Вы Правители Скорее Всего Станете Сюзереном Как Минимум Одного Вассала Так Называются Правители Вашей Державы Присягнувшие Вам На верность Ну Я Лучше Не Объясни Конечно Тут Все По Полочкам Разложили Вассалы Приносят Вам Может быть Одновременно Сюзереном И Вассалом Ну да Естественно В средневековье Это абсолютно Нормальная Естественная История То есть Вассалом Смотрите Сюзереном Не мог быть Барон То есть Барон мог быть Только Вассалом Графа А император Не мог быть Вассалом То есть Его Вассалы Это Короли А выше Императора Только Бог Как Говорится Поэтому Он Вассалом Быть Не Может Так Откройте Окно Державы В правой Части Экрана Открываем F2 Можно Зажать Так А что Там Еще Было Просмотреть Вкладку Вассалы Я понял Далее В этом В этом списке Ваши 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 Текущие Вассалы Текущие 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 Могуще Могущественные Вассал Налоги Обычные Ополчение Обычное Мнение О нас Минус Три Чуть Он Нас Не Любит Ничего Себе А мы Можем Посмотреть Что Он Нас Не Любит Да Ему Миш Это У нас Масленный Пункт Такой Есть Ваш Канцлер И Вассал Тоже Могущественный А что Значит Он Могущественный Республика У Вассала Республиканца Неизменяемое Обязательство Он Отправляет Оболчение Налоги Без Перебоев Заранее Известных Количеств 7 Людей Отправляет И Аж 0 1 Золотого А тут 50 Людей Отправляет Первый Так Ну Понятно А вот Могущественные Могущественные Вассалы Группа Вассалов С наибольшим Количеством Солдат И наибольшим Доходом Понятно Ну то есть У нас Они Могущественные Потому что У нас Других Нет Если Вы Собираетесь Изменить Закон Наследования Все Могущественные Вассалы Должны Быть Положительного Мнения Вас Устрашены Вами Или Отправлены В Заточение Изумительно И Имеет Смысл Заботиться О благополучии Вассалов Когда Вассалы Счастливы Они Не устраивают Происки И не Образуют Против вас Фракции Даже Если Ваш Персонаж Невероятно Могущественные Правители Не допускайте Чтобы Вся Держава Восстала Против вас Неугодного Властителя Ждут Низвержение Война Или Смерть Во сне В любом Случае Долгое Его Правление Не Продлится Некоторые Вассалы Могут Доседать В вашем Совете Выполнять Задания Совета Так что Мнение И доверие Таких Вассалов Особенно Важно Лимит Вассалов Один из Двадцати Ничего себе Хороший Лимит То есть Его Как заполнить Для такого Скромного Мужчины Как Наш Правитель Число Вассалов Которых Вы можете Собрать Под своим Крылом Прежде чем Держава Станет Неуправляемой Ограничено Превышение Максимального Количества Вассалов Влияет Налоги Ополчения Во время Обучения Такого Не случится Но Когда Вы Начнете Строить Собственное Королевство Не допускайте Слишком Резкого Роста Если Максимум Все же Превышен Вы Можете Раздать Вассалам Титулы Низкого Ранга Иногда Вы Можете Даже Создать Новые Титулы Более Высокого Уровня Для Укрепления Власти В Регионе И Объединения Подчиненных Титулов Я бы не сказал Что Вот Это Все Понятно Но Видимо Эти Механики Когда Начинаешь Играть Проясняются Держава И Домен Ваша Держава Объединяет Ваши Земли И Титулы Как Ваши Так И Ваших Вассалов Сейчас Ваши Земли Это Графство В Ирландии Эрлство Тамонд И Армонд Когда Речь Идет О Домене Имеется Ввиду Лично Ваши Земли Держава Все Земли Домен Лично Мои Земли То есть Которые Не принадлежат Моим Вассалам То есть Тамонд Сейчас Да Наш Домен Все Понятно Что Такой Домен И В мой Домен Могут Входить 5 Земель Ну В данном Случае А дальше Должны Вассалы Понял Некоторые События Затрагивает Только Ваш Домен Тамонд Другие Влияют На Всю Державу То есть Герцогство Или Малое Королевство Монстр Не забывайте Об Ограничении Наличные Куда Я вам Показывал Правый Верхний Угол Еще Раз Наведу Мышку Наличные Владения Достигнув Предела Домена Вы Начнете Получать Штраф Я Что Не понимаю Я Сегодня Такой Прозорливый Или Что У меня Домена Превышен Разумно Даровать Титулы Дружественным Персонажем Делая Своими Васалами Пока Что Вам Нечего Раздавать Но В будущем Эта функция Будет Доступна В меню Персонаж При Щелчке ПКМ По Портрету Персонажа Ясно Совет Управление Державой Дело Нелегкое Правитель Должен Полагаться На Совет В него Могут Войти Вассалы Или Члены Двора Которые Станут Вашими Доверенными Советниками Каждый Из них Воплощает Определенный Навык Правители Стоящие В браке Могут Привлекать На помощь Супругов Давайте Откроем Совет Вот Наша Супруга В него Входит Епископ Входит Который Нас Не Очень Жалует Хорошо Советники Могут Получать Задания Причем Полномочия Их Поистине Широки Чтобы изменить Задание Советника Нажмите Кнопку Рядом С его Портретом В окне Совета Пост Советника Престижен Поэтому Могущественные Вассалы Ожидают Что вы Предложите Им Эту Должность Обманутые Ожидания Их Весьма Печалит О У нас Девушка Маршал Ничего Себе Это моя Племяшка Смотрите Нормально Фанатичная Авантюристка Маршал Ну Для Маршала Быть Авантюристом Это же самое То Да Так Ладно Племянник Слушайте Ну Смотри Всех Всех Тащит Да В совет Это наш Понятно Наш Вассал Это Мэр Иниша Тоже Наш Да Еще Один Вассал Тоже В совете Епископ И наша Женушка Дорожайшая Замечательно Происки Происки Это Долговременные Действия Направленные На других персонажей Они могут быть Как враждебными Убийствами Или похищения Цели Так и более Социальными Например План сближения План сближения Как хорошо Другом Можно стать Забавно Так Откройте окно Интрига Взгляните На вкладку Так Происки Ну Взглянули Ясно Что тут у нас Будет информация Содержаться Происки Могут оказаться Особенно полезными Когда вас Не очень Устраивает Линия Наследования Одним из способов Продвинуться Ближе Цели Может быть Простое Устранение Конкурентов Без шума Без суеты Без свидетелей Заговор с целью Убийства Может быть Раскрыт Если план Не сработает На вас будут Косо смотреть В первую очередь Сама Несостоявшаяся Жертва Так Происки Влияния Повышают Что-то мнение О вашем Персонаже Давайте посмотрим Откройте Окно Совет Щелкните ПКМ По вашему Придворному Капеллану Епископу И выберите Влияние Происки И выберите Подождите Так Щелкните Правой Кнопкой Мыши По вашему Придворному Капеллану И выберите А где Влияние Соблазнение Нельзя Соблазнить Смотрите Не интересуется Мужчина Молодец Молодец Епископ Так Влияние Происки Вот это То есть Надо выбрать Или нет Ну Наверное Да Так Влияние На Екопа Если Происки Успешны Улучшит Мнение О вас На 25 Ожидаемое Время На завершение Происков Каждый месяц Есть шанс Продвинуть Вперед Равный 70% Хороший шанс 2 из 3 Чуть больше Этот шанс Определяется Разницей силы Происков И сопротивление Жертвы Ну Начинаем Начинаем Происки Великолепно Происки Запущены И со временем Ситуация Будет Так или иначе Развиваться Время Необходимое Для достижения Результата Зависит От шанса Успеха На который Влияют Соответствующие Навыки В данном Случа Дипломатия Ну мы Так себе Дипломаты Если вы Передумали Заниматься Происками То в любой Момент Можете Прекратить Нажмите Кнопку Отказаться От Происков Рядом С их Название Все Взглянули Понятно Слушайте Классно Вот это мне Очень нравится Тут Короче Можно В режиме Паузы Так Закопаться В эту Игрушку Что Просто Мама Не горюет Так Ладно Секреты Влияние И секреты Иногда Происки Порождают Секреты Если вы Застегните Кого-то За покушением На убийство Этот человек Сделает Все Чтобы вы Молчали Вы Также Можете Шантажировать Убийцу Чтобы у вас Появилось На крючке Влияние Представляет Собою Слугу Которая Обязана Наказать вам Определенный Персонаж По вашей Просьбе Или Принуждению По ходу Игры Вы Обнаружите Немало Способов Приобрести Влияние На Различных Персонажей Экспериментируйте Вот это Мне очень Нравится Слушайте Вот эта Система Взаимоотношений Ух Давайте Представим Что у вас На крючке Оказался Кто-то Из ваших Васалов Открыть Нужно Вкладку Так Давайте Представим Ага Вот наш Эрл Хорошо Слабое влияние Позволяет Добиться Некоторых Вещей Среди Прочего Увеличить Обязательства По договору С вассалами Чтобы Перейти В меню Изменений Вассального Договора Откройте В окне Державы Список Вассалов Или Щелкните ПКМ По портрет Выберите Изменить Вассальный Договор Обратите Внимание Что сразу Вариант Изменить Вассальный Договор Не отображается При большом Количестве Допустимых Взаимодействий В меню Появятся Только Самые Распространенные Чтобы Найти Недостающие Взаимодействия Щелкните Кнопку Еще В категории Вассалитет И двор Так А мы С ним Ничего Не можем Сделать С этим Товарищем Ну и Что Вот Он У нас Здесь У нас На Ключке И Чего Как-то Эта Вроде Тема Шла И Куда То Делать Это Вот Что Означает Число Зацепок Для Слабого Улияния Для Сильного Улияния Ага То есть Мы о нем Что-то Знаем Ну Что-то Такое Не Очень Не Очень Значительное Да То Что Он Что-то Накосячил Ну Так Слегка Слеганца То Не знаю Изменил Жене А он Вот Очень Любит Супруга И боится Чтобы Она Не Узнала Ну Не Знаю Что-то Так Ладно Война Важнейший Элемент В Крусадер Кингс О ней Можно Говорить Долго Но Пока Мы Коснемся Лишь Нескольких Моментов Остальные Подробности Вы узнаете По ходу Игры Да Тут Обо Все Можно Говорить Долго Это Ж Обалдеть Итак Битвы Выигрывают Армии Большинство Ваших Солдат Это Ополчение Но Армию Можно Увеличить За счет Гвардии Если Битвы Открываем Далее Ага Когда Начинается Война Так Что у нас Кстати Тут есть Прежде чем Читать Всего 593 Солдата Ополчение 587 Мы Ничего Не платим Кстати Вместе Никакого Содержания Что такое Рыцари 6 из 10 Когда Начинается Война Вы можете Созвать В этом Окне Армии Нажимая Кнопку Собрать Все Армии Да Вот Она Когда Война Заканчивается Солдат Нужно Распустить Прежде чем Начинать Новую Компанию Ну и Смотрите Да Тут Опять же Момент Который Наверное Нужно Пояснить Все Логично В средневековье Регулярных Армий Не было То есть Действительно Воевали То есть Смотрите Начинается Война У тебя Есть Собственное Ополчение Которое Ты собираешь Плюс Ты Привлекаешь Вассалов Каждый Вассал Обязан В соответствии С вассальным Договором Был Явиться К своему Сизерену Приведя Определенное Количество Воинов То есть Было Прописано Сколько Конников Сколько Лучников То есть С обмундированием Готовых К походу Ну классно Тут прям Четко Все в этом Плане Когда Да Точки сбора Место Куда Ополчение Профессиональные Солдаты Пребывают Для Несения Службы Под Вашим Началом Ясно Чтобы Развязать Войну Необходим Законный Повод Так Называемый Казус Бели Против Другого Правителя Ну Казус Бели Это И есть Повод К войне Прям Дословный Перевод С латыни Да Если Я Не ошибаюсь Да Повод Для Войны Если То есть Вот Это Де Юра Помните Да Про Де Юра Мы рассуждали То есть Если У меня Есть Де Юра Право На Какую Землю То Вот Это Статус Де Юра По Отношению Конкретной Земле Является Казус Бели Для Начала Военных Действий В отношении Ее Нынешнего Обладателя Есть Разные Варианты Получения Казус Бели Да Что Такое Вот Я Вам Рассказываю Да Я Правда Не умею Читать Наперед Так Быстро Есть Разные Варианты Получения Казус Бели Например Владение Де Юра Титулами Дающие Вам Статус Законного Сюзерена Цели Некоторые Претензии Вы Можете Получать По Наследству Сранены Наиболее Широко Но В игре Есть Десятки Других Казус Бели Которые Вы Обнаружите И Сможете И И И И Претензиями Вас Может Обеспечить Придворный Капеллан Выполняя Задание Совета Подделать Претензию На Грабство Понятно Почти Готово Да Ладно Снятие С паузы Осталось Лишь Пара Важных Мелочей Можно Будет Снять Игру С паузой Я Думал Это Не Наступит Никогда Надеюсь Вы Не Заскучали Не Уснули Кто Из Моих Зрителей Дошел Со Мной До Этой Радостной Миши До Этого Момента До Этой Точки Временной Во Первых Необходимо Помнить Что Игра Сможет Ити На Пяти Разных Скоростях Клавиш 1.5 Но Кстати В Европе Универсалис Опять Самое Быстрое Тогда Надо Понимать Во Вторых Игра Ставится На Паузу Автоматически Когда Происходят Особо Важные События Не Стесняйтесь Играть На Малых Скоростях Ускоряться Во Время Затишья И Замедляться Во Время Войны Обычно Мы Советуем Приостанавливать Игру Во Время Работы С Меню И Принятие Важных Решений Запуск Игра И Снятие С Паузы Чтобы Часы Вновь Затикали Снимите Игру С Паузы Нажмите Пробел Или Щелкните На Кнопке Играть Я не Вижу Где Кнопка Играть Она Видимо Должна Где-то Подсвечена Но Пробел Это Очень Удобно На Сам Деле Поэтому Я буду Им Пользоваться Хотя Ну Слушайте Играть Где-то Должна А Ну Вот Да Наверное Кнопка Играть Да Пройдут Дни Месяцы И годы Армии Которым Приказано Двигаться Выступят На экране Начнут Происходить События Письма Отправятся К адресатам А персонажи Начнут Стареть Найдите Удобную Для вас Скорость На данный Момент Впоследствии Ее можно Будет Менять По Желанию Все Понятно Что Теперь Итак В качестве Первого Задания Давайте Напомним Я вот так и думал Что Десмонт Мы сейчас будем Скажем так Призывать К порядку У меня сначала Слово Жарганизм Родился В голове Но нет Будем культурными Мы же вообще Короли Местного Разлива Правда Но все Так Итак В качестве Первого Задания Давайте Напомним Вашему Соседу Эрлу Графства Десмонт Кто его Законный Сюзерен Если при этом Ваша держава Расширится Да будет так Используйте Рассмотренную Ранее Систему взаимодействий Выберите Соседа На карте И объявите Войну Правителю Десмонта Скорее всего У вас уже Есть законный Казус Белли Его титул Де Юре Является Частью Вашей держав Сейчас мы Перейдем От теории К практике И посмотрим Что же происходит На войне Чтобы продолжить Объявите Войну Му Ири Даху Эрлу Графства Десмонт Все понятно То есть Мы жмем Оп Использовать Казус Белли Чтобы объявить Войну Персонажу Да Используем Выберите Казус Белли Для войны С персонажем Таким Захватить Домен Эрлства Владения Десмонт Де Юре Ну Если бы Не было Повода Для войны Здесь бы Ничего не было Соответственно Если их Несколько Выбираешь Конкретный И Объявляешь Войну А Надо Выбрать Надо Щелкнуть Я и думаю Что-то Не получается Цели Да Цель То есть Владение Десмондом Вы получили Оспариваемое Графство Так Уступают То есть По силе Армии Мне показывают У него 381 Воин Ополчение 376 5 рыцарей Рыцари Вообще Да Я не знаю Как здесь Но я полагаю Так же Здесь пока Все очень точно С точки зрения Истории Ну Насколько я Понимаю Вот эти моменты Смотрите Рыцари Это были Как правило Младшие Дети Каких-то Феодалов Тех же Баронов Графов Там Герцогов Обычно Нет Ну То есть Каких-то Младших Феодалов Которые Которым Не светило Получить Земли И они Соответственно Становились Рыцарями И продавали Свой меч То есть Им отец В лучшем случае Обеспечивал Обмунирование Обучение То есть Учил их Военному делу Покупал Лошади Доспехи Оружие И вот Они были Такими Странствующими Ребятами Нанимались Кому-то Воуслужение В надежде Уже В войне Завоевать Но что И они Себя Проявят Им Подарят Земли И соответственно Титулы Они Сядут На землю Станут Феодалами Именно Таким Способом То есть Не по Наследованию А Не по Праву Наследования А по Праву Сильного То есть Они Завоевывали Себе Свои Титулы Ну Видимо Вот 5 рыцарей Именно Это Имеется Ввиду Объявляем Войну Война Объявлена Супер Вы успешно Объявили Войну Настало Время Создавать Армию В нижней Части Экрана Для этого Есть Очень Полезная Кнопка Кроме Того Это Можно Сделать В окне Армии Точка Сбора Это Место Где Ваша Армия Соберется И Будет Ждать Указаний Сейчас Это Томонд Примечание Томонд Да Правильно На первых Слов Я думаю Примечание Чтобы Пополнить Армию Достаточным Количеством Бойцов Игру Необходимо Снять С паузы Нажмите Пробел Подождите Несколько Дней И Армия Все Понятно То есть Мы Снимаем Игру С паузы Так Движение Армии А Она Собралась А Игра У нас На паузе Но Армия Собралась Потому Что Мы В режиме Обучения Я понял Чтобы Переместить Армию Выберите Ее Левой Кнопкой Мыши На карте И щелкните Правой Кнопкой Мыши По местному Значению Возможно Подойдет Вражеское Столичное Боронство Ой Как Мне нравится Что тут с таким Легким С такой легкой Иронией Да Вот это вот Сообщение Пишут Класс Если вы Прикажете Армии Пересечь Водоем Ей придется Взойти На борт На время Она станет Флотом Но пока Оставайтесь На суши Понятно То есть Мы ее Выбираем И Левой кнопкой Мыши Выбрали Правой Кнопкой Отправили Ваша Армия В пути Скорее всего Направляется К вражескому Войску Далее Может произойти Прямое Столкновение С другими Армиями Или Начнется Осада Битвы Начинаются Автоматически Когда пути Двух Враждебных Армий Пересекаются Точно Так же Когда вы Направляете Армию На вражеские Владения Начинается Осада Самое время Возобновить Игру Если вы Еще Этого Не сделали Иначе Время Вашей Армии Никуда Не пойду Вот мы Нажимаем Единичку Двоечку Мы Идем А Это Смотрите То есть Я могу Сейчас И пятерку Нажать На время Никуда Не идет Пока Я Не Нажму Пробел Или Кнопку Все Вот я Нажал Пробел Запустил Игру Время Пошло И Армия Наша Отправилась По идее Мне должны Написать Сколько Я буду Ити Ставим На паузу Свадебные Празднества Я И королева Хелена Женимся И народ Державы Ожидает Что мы Устроим Достаточно Расточительную Свадебную Церемонию Мои права Позволяют Мне Собрать Королевский Налог Хотя Некоторые Могут Счесть Дурным Тоном Сбор Дополнительных Налогов Во время Праздника Конечно Я соберу Налог Кто Плачет Собственную Свадьбу И своего Кошелька Я Согласен С мужиком Полностью Я Позволю Моим Подданным Беззаботно Наслаждаться Праздниками Это 350 Престижа Мне Дэвид Я Не знаю Че Лучше Честно Я пока Вообще Это У нас Деньги Есть Да У нас 750 Золото 751 Золотой И 75 Монет Ну Как Смотрится Не сказать Что Прям Как То Супер Пусть Наслаждаются 550 Престижа Так Нам Должны Писать А Вот Смотрите Армия Провинции Люмнах Ожидаемое Прибытие 6 Октября 16 Дней Будет Она Топать Поставим Третью Скорость Даже Наверное Или Пока Второе Ограничимся Хотя 18 Октября А что Сроки Сдвигаются А 6 Октября Все Мы Пришли Стоп Пауза Подождите Битва А пауза Не пауза А битва Идет Да А Ну и Вот Полоска То Что Мы Чистим Тисним Врага Мы Побеждаем Показывает Как Отнимаются Войны Победа Изумительно Захваченные Вражеские Бойцы Глаз Рыцарь Персонажа Эрл Муридаг Десмонд Захвачен Вашими Войсками После Победы В провинции Десмонд Глаз Ку Плюс 10 А он Куда Куда Ломится Этот Товарищ Я Ни разу За Морем Не Был Сердце Тешит Привычная Мысль Он Решил В изгнание Отправиться В эмиграцию Так Хорошо В общем Мы захватили Какого-то Товарища Важного Так Хорошо И у нас Тут Победа Битва В провинции Мы Можем Да Вот так Нажать Битва В провинции Троли Троли А Ну и вон он На лодку Слушайте Ну у нас же У нас же Пауза Почему он На лодку Погрузился В общем Мы потеряли 50 бойцов Он потерял 152 бойца И отступил В подробности Рыцари наши Все живы 10 из 10 Ополченцы Пострадали У него Рыцари Кстати Тоже Все выжили Так Хорошо Спор в лагере Когда моя армия Станет лагерем Так Сейчас подождите Давайте вот здесь Сначала прочитаем Исход Сражения Двух армий Зависит от ряда факторов Размеры ополчения На каждой стороне Типа и наличие Гвардии В каждой армии Участвующих Командиров И даже Типа местности Ну и понятно Да Много нюансов Которые влияют На исход боя Ваша армия Атакует Вражеские владения Щелкните По выделенному Значку С наконечниками Копий Чтобы проследить За ее успехами Осады Нужны для победы В большинстве войн Они повышают Ваш боевой счет Каждый раз Когда осада Проходит успешно Для победы Требуется Несколько атак Которые Отображаются В нижнем левом углу Область Становится Оккупированной А ее изображение На карте Заштриховывается Цвет штриховки Зависит от цвета Захватчика На карте Например Ваш цвет зеленый И оккупированные Вами области Отмечены Зелеными штрихами Владение Оккупированное Королевством Франции Будет заштриховано Синим Территория Занята Королевством Англия Красным И так далее Понять Кто побеждает На войне Поможет Боевой счет В нижнем правом углу Экран Он меняется От минус 100 До 100 В соответствии С выигранными И проигранными Битвами И осадами А также Занятыми территориями Боевой счет 100 Позволяет силой Принудить противника Принять ваше предложение О перемирии И наоборот При счете минус 100 К принятию предложения О мире Принудят вас Есть три варианта Истока войны Победа Статус-кво Поражение Ну Статус-кво Это означает Каждый остается При своих Ну тут да Вариантов предложения О перемирии Иногда стороны Соглашаются Что война Исчерпала Свою полезность При возвращении К статус-кво Нападающие Все равно Теряют благочестие Или престиж Но в гораздо Меньших количествах Чем если бы Потерпели поражение Чтобы подробно Узнать о последствиях Каждого из этих вариантов В зависимости От использованного Казус-бэли Щелкните ПКМ По вражескому правителю И выберите Предложить минус Понятно Так Сейчас Подождите Когда армия Встает лагерем До меня Доносится шум Из палатки Рыцарей Пытаясь понять Что происходит Я вскоре вижу Как Тайк И Донхат Ожесточенно Спорят Подзуживаемые Трителями Произнести Перед тобой Толпой Речь О единстве Поединок умений Так Возможный исход 43% Мои слова Отбивают желание Спорить Вы получаете 150 престиж Ваш опыт В военном деле Увеличивается на 100 Тайк Бриан Получает 20 мнения О вас 43% Да 57% Мои слова Никак не повлияют На спор Я потрачу Престиж Завязывается Драк В который Втягиваются Дрители Ну такая себе История Высечь их За нарушение Дисциплины Вот это мне нравится Высечь их Вот это Вы получаете 20 ужаса Ваш опыт В военном деле Увеличивается На 50 Тайк Мак Тор Долбах Бриан Получит Свойство Ранения Теряет 20 мнения Персонажа Так Злость Понятно Тоже злость Ну это все Я пойду В свой шатер И заткну Уши Слушайте Ну мы будем Высекать Просто А что нет Что они Дисциплину Нарушают Будем Пороть 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 Еще раз Пороть Так Это же на что то Влияет Да Так Ладно Что у нас Сейчас происходит Осада Или что Прогресс Осады Да Идет Осада То есть Это мы Костерок Разложили Еще не более Пяти месяцев При текущем Прогрессе Осада Проект Длится до пяти Месяцев До пятого До двадцать седьмого Мая Тысяча шестьдесят Седьмого Года Уровень Фортификации Три Ну и ладно То есть мы Вынуждены здесь Тусоваться Так вот Это мы можем Свернуть Можем А можем Как-нибудь Убрать Можем Правой кнопкой Мыши Хорошо Так Ага Враг Решил Высадиться Вармонд Да Ну видимо Он сейчас Высадится И нам скажут Спасайте Своих Спасайте Должны же Сказать Да Потому что Что он Стал там Осадой Получается Или что Происходит Или Всем все Равно Стать Типа Он туда Пришел И И пускай Ну я же Могу Его победить Правильно А У него Осада Не будет Продвигаться У него Армии Меньше Чем У гарнизона Ну пусть Таит Там Чем Мы не Против Тогда Я Пожалуй Все Таки Остану Здесь И захвачу Крепость В этой Провинции А он Допустим А зачем Он Так Делает Ну то То есть Не очень Понятно На что Он Рассчитывает Проводя Такие Действия Меня то Все Как раз Устраивает Давайте Мы Время Даже Выставим Побыстрее А это Кто Хоть Товарищ Приплыл Ой Стоять 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 Куда Вообще Что ли Так Спокойно В общем В канахте Там Кто то Разбирается Если я Правильно Да Канахт Называется Территория Ежедневный Прогресс Свирепствуют Болезни Там В крепости Да Этот Чувак Здесь Просто Тусит Ну и Хорошо И мы Видим Так Стоять Захвачены Ценные Заложники Сын Наследник Эрл Куда 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 Сейчас Подождите Это же где то должно быть Пленники Захвачены При осаде Вот При захвате Вам При осаде Владения Трали Вами Захвачены Сын Наследник Эрл Муридах Тайк И его Сын Келлахон Так Хорошо Осада Завершилась Успешно Десмон Переходит Ваше Владение Вы получаете 34 золотых За захват Провинции Замечательно Поддержка В переговорах С наемниками Вы получили Договоренность С наемниками На 10 лет Причина Неожиданной Удачи В том Что супруга Обладает навыком Военное дело Отличного уровня Ну и на четверке Конечно у нас Что тут очень Так стоп 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 А куда у нас Земля мотается Время Я не нажал Да я понял Ваш военный счет 100% Теперь вы можете Навязать требования Вражескому правителю Щелкните по нему Правой кнопкой мыши Выберите Предложить мир Или щелкните По боевому счету Чтобы открыть То же меню Ну вот Боевой счет А вот Соответственно Наш враг Правильно Правой кнопкой мыши Для взаимодействия А ну можно открыть Окно война Оно подсвечено Где подсвечено Окно война Так чтобы знать Понимать Тут вот еще у нас Рассказывает Грифу Греховный Архиепископ Так ладно Не будем все Валить в одну кучу Я не вижу Где подсвечена Кнопка Война Окно война Ну вот это А вот это Окно войны Так Нарезать требования Вот они Ничего не надо Тут по нему щелкать Чтобы открывать Ваш военный счет 100% Теперь вы можете Навязать требования Вражескому правителю Щелкните по нему ПКМ И выберите Предложить мир Или щелкните По боевому счету Чтобы открыть То же меню Так А наши 3 Длилось 7 месяцев Это наши бонусы 2% За выполнение цели 19% За выигранные битвы 100% За оккупированные владения 50% За счет захвата Узников Мы захватили Наследника Вы получили Оспариваемое Графство Эрмуридах Мак Кархах То есть Вот он Да Становится Нашим Вассалом Союзники Делят 400 престижей Исходя Из вклада Каждого Улучшает Мнение Союзников Сразмерно Вкладу Каждого Потратит 40 Престижа Вы получите 40 Репутации Ваши Союзники Делят 400 Престижа Сразмерно Вкладу Каждого Жмем Отлично Война Выиграна Поздравляем С победой Вы познакомились С одним из важнейших Аспектов игры И стали победителем На этом обучение Заканчивается Но вы всегда Можете получить совет Щелкните по соответствующему Уведомлению В верхней части Экрана Когда оно появится Советы помогут Разобраться В самых важных Событиях Спасибо за компанию И удачи Энциклопедия Так Подождите Подождите Не надо все валить В одну кучу Давайте мы прочитаем Прежде всего Вот это Сообщение Победа Мой сезерян Желаю вам гармонии И покоя Вы куда более Серьезный соперник Чем можно было предположить Чтобы прекратить Кровопролитие Я соглашаюсь На ваши требования Подписано Собственноручно Будет так Ну как можем подумать У тебя был Какой-то выбор Да дружочек Соглашаться Здесь или нет Ну и вот он Монстр Все То есть Границы наших Скажем так Все эти земли Которые Де Юры Должны быть Моими Находятся Под моей рукой У нас Владений Может быть Больше Да то есть Был один из пяти Стал один из шести И добавился У нас Один вассал Правильно Хорошо Хорошо Будем иметь В виду Что теперь Вы слегка Прикоснулись К основам И теперь Перед вами Открывается Гораздо Больше возможностей Крусадер Кингс Это мир Где вы Сами Ставите Перед собой Цель Если позволите Мы бы рекомендовали Вам попробовать Занять трон Короля Или королевы Ирландии Кстати Война Не единственный Способ Этого Добиться Так Ну что Друзья мои Я предлагаю На самом деле Вот на этой Позитивной Ноте Закончить Наш первый Взгляд Вот этот Вот выпуск Вот эту Серию Если хотите Первую По игре Крусадер Кингс Призываю Вас быть Активными Оставлять Обратную Связь Пишите Понравилась Она вам Не понравилась Но на самом деле Мы то про игру Скажем так Представление Пока Получили Очень мало Да То есть Очень она у нас Ограниченная То есть Мы прошли обучение Зато То есть Понятно Основа игровых Механик Понятно Что делать В принципе Понятно Тонкости Естественно Мы не знаем Ну то есть Опытные игроки Знают Если средизрители Есть опытные Игроки То конечно Они Все это Дело Понимают Поделюсь С вами Впечатлением Мне Очень понравилась Игра Ну Я люблю Вообще Разбираться В таких Механиках Мне всегда Были Интересны Взаимодействия Между Людьми Да Вот эти Общения Вот То что Говорится Прямо То что Подразумевается Когда Есть какой-то Второй Третий Смысл Это Вообще Замечательно А здесь Механик Направленных На взаимодействие С другими Персонажами С другими Правителями Ну и так далее Их просто Превеликое Множество И конечно Я хочу Познакомиться С Крусадер Кингс Гораздо Более Близко Подробно И детально В этом Я надеюсь На вашу помощь Кто Располагает Полезной Информацией Давайте Советы Напоминаю Старым Зрителям Постоянным И сообщаю Новым Зрителям Что комментарии На моем канале Могут быть любыми Главное Чтобы они Были Цензурными Держите себя В руках В руках Даже Когда Эмоции Вас Переполняют Ведь Даже Какое-то Нецензурное Выражение Это же не обязательно От чего-то Негативно Бывает Человек пишет На позитиве И просто Усиливает Свою речь Каким-то Крепким Словом Мне очень Жалко Не публиковать Такие Комментарии Но Тем не менее Комментарии Содержащие Ненормативную Лексику И откровенную Грубость Не публикуются Поэтому Друзья Призываю Вас Быть активными Писать Комментарии Оставлять Обратную Связь Но Давайте Делать Это Культурно Общаться На хорошем Русском Языке Ну что же Пишите Так же Ваше Мнение Вообще Интересно Вам Сложите Какой-то Свой Вариант Начала Игры Возможно Какой-то Из сценариев Вам Интересен Ну в общем Пишите О чем Хотите В рамках Крусадер Kings 3 Мне будет Интересно Почитать Ваше Мнение Ознакомиться С ними Ну и дальше Уже будем Смотреть Что делать Дальше Но В любом Случа Я буду Продолжать Знакомство С игрой В том Или ином Формате Окей Огромное Спасибо Всем Кто был Со мной Смотрел Это Видео С вами Было Антик Вар Всем Удачи И до Встречи В Крусадер Kings 3 Пока